Вечеслава Иванькова Снайпер вел огонь через всю улицу. То, что во время беспорядочной стрельбы никто не пострадал, оперативники считают счастливой случайностью. Сейчас состояние безработного Иванькова врачи оценивают как тяжелое. Сказываются и ранения, и возраст пациента. Произведен осмотр места происшествия, изъят фрагмент пули, изъята снайперская винтовка Драгунова, а также в настоящее время изъята информация с камер наружного наблюдения. Среди наиболее вероятных причин покушения на Япончика называют его активное участие в конфликте двух воровских кланов. По информации оперативников, в этом противостоянии, длящемся около двух лет, давно назревала кровопролитная развязка. Однако никто не мог предположить, что жертвой станет именно Япончик. Стоит отметить, в больницу раненого авторитета привезли с учетом максимальной секретности. В начале 80-х Иваньков сколотил вокруг себя преступную группу. Банда Япончика производила обыски у крупных бизнесменов под видом милиционеров, похищая у коммерсантов ценности и деньги. В некоторых случаях совершали квартирные кражи. За всю свою жизнь авторитет всего пять раз не смог вырваться из рук правосудия. Однажды даже отсидел в американской тюрьме, девять с половиной лет за вымогательство. После этого его депортировали в Россию по обвинению в двойном убийстве, но он был оправдан судом присяжных. Япончик считается одним из самых уважаемых воров в законе. Его часто приглашали для разрешения сложных споров. Кстати, сыщики не исключают, что в этот вечер жертвами снайпера мог стать еще один человек, старый друг Япончика, Гея Кутаиский. Но он был задержан оперативниками главного управления МВД России ПЦФО несколько дней назад. Он долго и успешно скрывался, но возможно именно этот арест и спас ему жизнь. Сыщики не исключают, что нападение на Япончика не последнее. Возможно, что давний конфликт между преступными кланами с переговорной фазы перешел в открытое вооруженное противостояние. Олег Панашов, Вести, Москва.